Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что зашли ко мне на канал. Сегодняшнее наше видео будет посвящено прекрасному цветку, который называется Замиакулькас. В народе его еще называют долларовое дерево. В этом видео я хочу вам очень подробно рассказать об уходе за этим прекрасным цветочком. Также в конце видео я дам вам советы, свои такие маленькие хитрости по уходу за этим цветком. И с помощью этого у вас никогда не будет проблем в выращивании Замиакулькаса. И он у вас будет точно пышный, красивый. Давайте приступим. Но для начала, чтобы нам понять, как ухаживать за этим цветочком, нам нужно понять, где он обитает в природе. А обитает он в горных степях и тропических лесах Африки. Растет он по соседству с суккулентами. И в принципе уход за Замиакулькасом очень-очень похож на тот уход, когда мы ухаживаем за суккулентами. Этот цветок на самом деле очень необычный. И особенность у него в том, что у него нет ни ствола, ни стеблей, ни веток. Хотя нам кажется, да, вот он стволик, вот веточка, вот листики. Но на самом деле это не так. То, что у нас вырастает вот из самой почвы, является сложным листом, который формируется у него прямо из корневища. А корневища у него выглядит таким образом, это такая, знаете, бульба, напоминающая картофелину. Это и есть такой крупный подземный корень. Замиакулькас очень неприхотливое растение. Мне оно очень сильно нравится. Наверное, вы видели часто в торговых центрах, в офисах, в магазинах различных. Он растет и прекрасно себя там чувствует. Его ветви раскидистые, зеленые. Это опять-таки я к тому, что ухаживать за ним на самом деле очень легко. Но нужно знать несколько несложных хитростей и правил по уходу за этим цветком. Давайте приступим к уходу. Начнем с температуры. Бук температуре, он не слишком привередлив. Летом это 22-25 градусов. Спокойно переносит и жару в 28-30 градусов. А зимой температура не должна снижаться ниже 16 градусов. Особенно, если вы его перенесли со свежего воздуха. А в летнее время он очень любит находиться на свежем воздухе. И вот, когда вы его приносите, не должен быть сильный перепад температуры. То есть, к примеру, занесли с балкона, а в помещении у вас там ниже 16 градусов. Вот это может быть для него губительно. Не надо резких перепадов. Все должно быть, знаете, так в меру. В опрыскивании он совершенно не нуждается. Потому что, как я уже говорила, да, вот он привык расти в Африке, где жаркий, засушливый такой климат, рядом с кактусами, с суккулентами. Единственное, что его вот эти вот подобия листиков, да, они такие глянцевые и мясистые. И очень сильно они на себя цепляют пыль и грязь. Вот буквально помоешь его, недели две пройдет, и смотришь уже опять на нем пыль. Вот в этом плане, в гигиенических соображениях, его можно опрыскивать и омывать с душа. Освещение для этого цветка не прямо-таки важно. Можно его даже и в середине комнаты содержать, и при искусственном освещении мы видим в каких-то магазинах, он прекрасно себя чувствует. Но совсем без света тоже он не будет такой красивый. Ветви без света сильно-сильно вытягиваются. Будет, знаете, не такой мясистый пышный кустик, а вот такие длинные-длинные палки. И сам вот этот подобие листа, да, оно будет такое, знаете, ну, не насыщенного цвета, не глянцевый, не блестящий. Ну, солнышко, понятное дело, когда не хватает, то любое растение страдает. Но в то же время на прям прямые солнечные лучи, его тоже не обязательно и нежелательно ставить. Где-нибудь в середине комнаты, полтора-два метра от окна, его вполне себе устроит. Теперь давайте поговорим про полив. Вот здесь прям вот очень-очень важная информация. Он не переносит перелив. И так как схожесть у него с суккулентами, переливать его нельзя. В своих вот этих клубеньках, как картофелинки, в своих вот этих толстых стеблях, да, он накапливает влагу и израсходует ее постепенно. То есть мы полили, он все себе запасся этой влагой, и потихоньку-потихоньку он сам себя этой влагой обеспечивает. Поэтому, если вы вдруг его будете переливать, это чревато пожелтением его вот этих вот листочков, опадением, сгниванием. Ну, цветок порой можно даже уже не спасти. Я поливаю свой цветок летом раз в две-три недели. Это зависит от того, какое жаркое лето или нет. Если оно совсем жаркое, то может быть и две-две с половиной недели. Если не такое жаркое лето, то и все три. Он у меня спокойно стоит без полива, и все прекрасно. Перед поливом обязательно прям просовываем деревянную палочку или какое-то там другое приспособление. И смотрим, чтобы она была прям вся сухая. И только потом мы поливаем. Зимой мы поливаем и того реже. Точно не ошибетесь, если не будете поливать его чаще, чем раз в месяц. Поливайте раз в месяц, проверяйте земельку, чтобы она была хорошо такая просохшая. И тогда с вашим цветочком все будет прекрасно. Не долить не страшно. Перелить очень страшно для этого цветка. Но если вы совсем пересушите, конечно, этот цветочек, то у него начнут отпадать вот эти вот первые листочки. Он начнет их сбрасывать, как бы сохраняя себе жизнь. Чем меньше листвы, тем как бы больше он может в себе хранить влагу. И просто он их будет потихоньку отбрасывать. Ну а если вы будете переливать, у вас прям потихоньку-потихоньку все будут вот эти ветви начинать желтеть, коричневеть. Видите, это явно перелив. Пожелтение вот прям целых веток, это стопроцентный перелив. Давайте поговорим, в какой же горшочек его сажать. Так как у него очень такие, знаете, толстые корни, с этими картофельными клубнями такими, его нужно обязательно сажать в тяжелый горшок. Лучше какой-то, может быть, там керамический. Горшок должен быть не широкий, а высокий. Иначе у вас просто повалится этот цветок, потому что вот сейчас вот он у меня еще не такой большой. У меня до этого на предыдущей квартире я оставила свой предыдущий цветок. Он был вообще гигантский, размашистый. Это уже его сородич, его детка, который я вырастила от большого материнского растения. И вот обязательно, значит, не широкий, а высокий горшок. И также не берите, знаете, с большим запасом. Этот цветок любит расти в такой, знаете, тесноте. Вот прям вот, чтобы ему было тесно. И некоторые держат этот цветок в одном горшке, аж пока даже вот не разломается горшок, не появится трещина, и вот эти клубни не разорвут его. И только тогда люди пересаживают. Ему нехорошо будет, если у него будет много-много места в горшке, просторно. Это все чревато загниванием и плохим ростом. Сажать его нужно в рыхлую, воздухопроницаемую почву. Подойдет идеально почва для суккулентов. Также подкармливать его хорошо удобрением для кактусов и суккулентов. Подкармливаем мы его с марта по октябрь, так как полив редкие-редкие подкормки, а с октября по март мы вообще его не подкармливаем. Размножается этот цветочек, в принципе, несложно. Можно размножать его делением куста, то есть вытаскиваете и аккуратно разделяете вот эти корешки с клубеньками. Клубенек отделили, главное, чтобы вы его там не повредили. И уже сажаете. Вот у вас получается новый куст. Либо же можно вот эту так называемую, да, вот похожую на ветку взять и прямо вот начеренковать. Можно прям целую ее. Вот у меня здесь есть примерчик в стопочке у меня стоит. Вот, видите, у меня обломилась веточка, и я поставила ее в водичку, и она у меня там стоит. Потом она даст корешки, нарастит вот здесь такой маленький клубенек, и будет у вас уже новое растение. Видите, можно большую ветку, можно вот, например, здесь отрезали, здесь кусочек отрезали, прям кусочками. Либо же вот таким вот, как листиком, да. Берете один листик, сажаете в земельку, и там он у вас пускает корни. Но хочу предупредить, что вот такими веточками и листиками размножается он очень-очень долго. Если, к примеру, вы посадили вот такую веточку в земельку или листик, готовьтесь к тому, что вам придется ждать 7, 8, 9 месяцев. И только потом вы получите какие-то первые результаты. Очень долго сидят в земле эти наши отросточки, листики, и только потом они долго-долго наращивают вот эти свои клубенечки, пускают корешки. И порой даже люди думают, ну что-то долго там ничего не вяжется, наверное, надо выбросить и выбрасывают. На самом деле нет, терпеливо ждите, ждите, и все будет. И еще бывает, что вот вы посадили в земельку или стоит у вас в водичке, и начинает весь прям желтеть, желтеть, потом даже весь коричневый становится, и как усыхает. И люди тоже думают, что, ну, наверное, все, ничего не получилось. Нет. Если вы посадили в земельку веточку или листик, и она у вас вся прям усохла, была желтая, потом стала коричневая, вся прям, ну, засох лист, засохла веточка. Ничего страшного, она как бы отмирает, но там она уже нарастила клубенек и корень, и рядом появится росток. То есть терпение, терпение, как говорится, мои друзья, и только терпение. Если вы хотите вырастить этот цветок, у вас не будет такого, знаете, как с некоторым там за неделю дал корни цветок, тут же посадили, тут же он пошел в рост. Здесь очень долго, я повторюсь, до 9 месяцев он может сидеть в земле и не показывать никаких признаков жизни, а даже, наоборот, как будто бы как увядает. Также я хотела сказать, что этот цветок цветет очень редко в домашних условиях, только тогда, когда он уже прям совсем взрослый, и если ему полностью комфортно, тогда бывает он зацветает. Но цветки невзрачные, такие не очень красивые. Поэтому особо не нужно расстраиваться, что он редко цветет в домашних условиях. И теперь тем, кто досмотрел меня до конца, я даю несколько секретов по уходу за этим цветком. Первый секрет. Тесный горшок. Чем более тесный у вас будет горшок, тем лучше он будет расти. Не думайте, что ему плохо, что все уже тут ветки распирают, горшок, все это наружу. Наоборот, ему комфортно. Если вы пересаживаете, присаживайте буквально на 1-2 сантиметра, больше не надо. Еще один секрет. Многие говорят, у меня не растет этот цветок. Вот сидит и не дает ростков. Что же делать? Почему так происходит? Вроде и не погибает, но не растет. Или растет очень медленно. Секрет в том, что его вот эти клубни, которые можно там пощупать даже, если потрогать землю, они должны быть на поверхности. Их нельзя засыпать землей. Вот вы их прям, раздвинув в куст, должны все увидеть. Вот эти бульбочки. Прямо почувствовать пальцем. Если вы их засыпали 2-3 сантиметра землей, думайте, что корешки, да, надо все это засыпать. Расти он у вас не будет. Если у вас неправильно посажен цветок, пересадите его и не заглубляйте эти бульбы. Они у вас прям все должны быть на поверхности. Именно так растет этот цветок в природе. Как я уже сказала, ни в коем случае не переливайте. Тогда он у вас будет расти. Также хотела сказать, что если он у вас растет где-то в глубине комнаты и начинает появляться росточек у него, ну, видите, появилась вот такая, вот у меня вот здесь вот есть стрелочка маленькая, вы сразу же переносите, как только эта ветка начинает выросла и начинает из нее листочки формироваться, сразу же прям ставьте ближе к свету. И пока она полностью не вырастет у вас, не сформируется, пускай он у вас будет на свету. Затем вы можете вернуть его в его обычное место, где-нибудь там в середине комнаты, в глубине комнаты. Но именно когда идет формирование вот этой вот стрелки, выставляйте его на очень светлое место. Тогда у вас будет такая ветвь, мощная, зеленая, красивая, а не слабенькая и удлиненная. Еще я хотела сказать, что этот цветок, у него есть такая особенность, у него на вот этих ветвях, такие, знаете, как темные пятнышки. Очень красивый такой рисунок. И многие думают и пишут, что же такое с моим цветком случилось, у него на стволе какие-то темные пятна появились. Это абсолютно нормально, это тоже все зависит от цвета, сколько цвета ваш получает цветок. От этого будет зависеть больше этих пятен, или меньше. Так что это абсолютно естественное его по природе состояние. Главное, чтобы сама вот эта веточка была плотненькая, без гнили, без всего. Ну а если на ней будут черные такие пятнышки темные, темно-серые, это абсолютно нормально. Ну вот, мои хорошие, как мне кажется, я очень подробно описала, как ухаживать за этим цветком, какие существуют проблемы, какие хитрости. Я надеюсь, что вам эта информация была интересна, полезна, помогла. Если вы чего-то не знали, я надеюсь, что в этом видео вы почерпнули что-то новое для себя. Любите цветы, наслаждайтесь ими, разводите их. Я желаю всем удачи. Подписывайтесь на мой канал, я буду очень рада. Также подписывайтесь на мой инстаграм. Всего хорошего! Подписывайтесь на мой инстаграм.